Говорите, кто вы, откуда? Здравствуйте, Игнастик Иванович. Меня зовут Сердцидар, я из Казани. Так, что вы хотели? Во-первых, мир вам. С миром. Меня что-то не видно, что ли? Видно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Игнат Иванович, вы знаете, вопросы у меня, в принципе, были, но я хотел, вышел к вам на сайт, рассказать благую весть. Ну, то, что, маленько волнуюсь, то, что, конечно, с вашего позволения, может быть. У вас вопросы какие-то есть или что-то? Нет, я хотел, знаете, может, не все видели, не все услышали, но кровь Христа, Иисуса Христа, дошло до наших дней. Это просто я посмотрел видео, где Рон Уайт в Израиле, это 1979 год, по 1982, там, 1989, он на раскопках в Израиле, где находит кровь Христова, чем она доказывается, что она Господа нашего Иисуса Христа, тем, что он отдалёт израильским, не знаю, как правильно сказать, который ДНК кровь проверяет, и этот, там выяснилось, что в данной крови, в данной крови, оказалось 24 хромосомы. В нормальном человеке, в обычном человеке, если он, конечно, не отсталый каком-то недавно, там еще, 46 хромосомов. Здесь он, это все снято на видео, более того, на то время не было цифровых видео, было снято на пленочное, когда, говорит он, я отдавал израильским этим, когда они снимали пробу, ну, он попросил на белые лейкоциты или что-либо, но они сначала сказали, это трата денег, якобы, что напрасно, но когда посмотрели через микроскоп и увидели, и после этого удивления спросили, где вы, говорит, взяли, ну, это кровь, он доказывает, что на Голгофе, на Голгофе был распят, ну, под ним, под крестом, в Библии написано, где произошло землетрясение, и гора дала трещину, и эта трещина пошла вниз от креста до Ковчега Завета. Буквально, он говорит, до, почти что за 600 лет до этого, Ковчег был с первого храма, который был спрятан в этой скале, где был распятый Иисус, Господь наш, кровь дошла до крышки Ковчега Завета, и он показывает там видео, он все снял, как он соскальбил, более того, взял с грунта засохшую кровь, ну, это все он досконально может увидеть в Голгофе, его видео, этот, его зовут, его звали, точнее, он сейчас уже в живых нет, он умер в 99-м году, я не помню, какого месяца, но видео его, то, что он, этот, 14 видео, Ром Уайт, так, звать его, и досконально там он показывает 14 видео, как он Ковчег Завета нашел, потом выход Моисея из израильтян из Египта, в каком месте, гора Синай, ну, то есть много, что интересно, но самое главное, самое главное, то, что, этот, будет, мне кажется, для многих интересно, более того, доказано, что, ну, Господь Бог бодрствует на Словом Своем, где это доказано, вот, именно тем, что Ром Уайт нашел Ковчег Завета. На 13, 13, по-моему, метров в глубине, в скале, где он написывает все, это видео можно посмотреть в Ютубе, вот, в принципе, хотел только этим поделиться, не знаю, насколько правильно я сделал, и, этот, что вышел... Вас что интересует, мое мнение об этом, или, что было, или не было, или, чтобы я в это поверил? Какая у Вас задача разговора? Нет, Игнат Тихонович, я хотел, чтобы многие, вот, не буду называть, других религий, посмотрели, что есть доказательства, до наших дней дошло. Я не знаю, примут ли они вообще, не примут, но там он четко описывается, снято все на видео тех годов, то есть на плюнчатое, на цифровое. Ну, допустим, человек не слышал и не верил, какой ущерб от этого, что он не слышал про это событие и не верит по сегодняшний день? Он что, потеряет спасение, надежду на вечную жизнь, или что? До этого времени не было чуда, а написано, иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Вера во Христа распятого, не требующая чудес, златоуз, говорит, мне они не нужны, я не буду это оспаривать, а оспаривать тут проще всего. Несколько предложений, и вся эта канитель уйдет, ничего этого не было, это обман, снято, сегодня все снимают, доказывают, что в космос не летали, все снимают, доказывают, что не было в космосе, что земля не круглая, а плоская, и тоже доказывают, сколько лет доказывали, свиной, гриб, птичий гриб, а сегодня, понимаете, это афера была, миллиардная, убирали скоты, сегодня все могут доказать, а доказывать не надо, верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем, надо быть в церкви, не в секте, нигде, а в церкви, а церковь идет от апостольских времен, вот что нужно нам знать-то, а это, ну я буду знать дальше, что я понесу, доказательства какие, никаких нету, да и даже если это так, мне что это даст, мне это кровь, ДНК, нет ничего, в это не верил апостол Павел, ни один апостол, ни Христос не говорил, сегодня говорят, что Христос не был распят, он в Японии был и умер, а распяли его брата, и там хранители специально могилу в Японии хранят, и мы должны верить, другие говорят, что он перед тем, как творить чудеса, много лет был в Индии, в Египте, набрался этой мудрости от волхвов, то есть конца нет этим бредням, и зачем мне это нужно, это одно из них, отвлечь от Христа живого, вот везде рисует крест Христов, а внизу голова Адама, вот старообрядцы, они верят, что там, где голова Адама, другой верит, что где ковчег, там завета, это никто не знает, никакого ковчега никто не обретал, тут бы какой вопль стоял, нет ничего этого, 2000 лет назад там сохранилась кровь, микробы все съели, а теперь там исследуют другому, я это давно уже знаю, и говорят, какая кровь, ну это знаете, если взято, это давно уже, он говорит, да живой, они показывают исследование, что от живого человека взято, то сейчас что угодно можно говорить, доказать, вот они начинают, что сейчас вот голову человека отрезает, а к другому пришивают, так вот душа какая будет, та, которая до этого была или другая, я говорю, это от Беляева взято, Беляев был такой фантаст, он описывал, Ноздря Айтона тому и прочее, профессора Дооля, нам это не надо, это детские игрушки, нам нужно верить и жить по Евангелию, любить врагов, врагов, враг голоден на корме, это непросто, верить, положить душу за ближних своих, соблюдать заповеди, и Господь говорит, на первом месте любовь, а как проверить, если меня любите, соблюдите мои заповеди, заповеди мои, где они, в Евангелии, у других там другие книги, они по ним и судимы будут, мы верим во Христа, мы свидетельствуем, несем эту благую весть, и мы понимаем, что сатана не спит, он ходит, как рыкающий левый, еще кого поглотить, и Павел говорит, Деяние апостола, 20 глава, 29 стих, что многие придут, многие, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь за собою, ну и сейчас буду, я не согласен, что щель была, какой ширины была, глубины, ко всему там этого никогда не было, о чем говорить-то, нам больше заняться нечем, я не оспариваю ничего, я знаю, этого быть не могло, не могло, это физически не могло быть, больше тысячи лет, две тысячи лет, и там бы кровь какая-то нашли, да, определяли, да, ну это совсем не умная сказка, нам это не надо, мы должны увидеть, как вот был, я был грешник, а он меня принял, я себя вспомню, кто я, у меня голова отворачивается, Боже мой, это неужели мой путь был, пока я не встретил тебя, пока мне в руки не подарили Святую Библию, а Господь говорит, я возьму ваши грехи и брошу за хребет, и не вспомню, любовь его безмерна, но будь верен, человеку две задачи, первая, родиться свыше, кто не родится, не увидит Царствие Божие, и вторая, быть Вадимом Духом Божьим, кто Духа Христова не имеет, тот не его, а для этого нужно быть свободным, не в системе, а система накладывает отпечаток, родился мусульманин, он должен обязательно мусульманин быть, а я вот исследовал, что такое мусульманство, что такое буддизм, все религии исследовал, и я нашел правильное христианство, и самое правильное, это не секты, а это православная церковь, которая сохранила все от начала, где толкование, каноны, правила, жития святых, я нашел этот путь, и по нему стараюсь идти, вот такие наши дела. Да, я знаю, я захожу на ваш сайт, смотрю буквально ваше видео, у меня уже, ну, не первый год, можно сказать, но больше года, наверное, точно, значит, скопировал с вашего сайта новый завет с толкованием блаженного филакта, архиепископа, ну, составитель комментариев Игнатий Тихонович Лапкин, да, о, ну, я, правда, еще не все тут, этот, но у нас оно в книгах, книги у нас, это вы их видели, как они выглядят? Я знаю, там 240 иллюстраций, книга, просто можно показать, вот, более того, ну, я стараюсь тоже всем рассказывать про вас, про ваш сайт, потому что столько всего, я даже на работе, меня уже так смеясь, Игнатием Лапкиным называют, но я говорю, меня только за честь. Вас правильно как звать? Сердар? Сердар, да. Так, а что это означает по-русски, перевод? Слава, наверное, переводится, да не знаю, как правильно. Слава, а с какого это языка? С татарского? Нет, с туркменской, наверное. А туркмен, наполовину, туркмен. А, туркменский. Я в армии служил с туркменами. Служил, их там русские обижали, а я сразу начал изучать туркменский язык, и там были, кажется, еще узбеки, я сразу их язык, я изучал многие языки, там немецкие, английские-то, и мы сразу с ними подружились. У нас очень хорошие отношения были. Видите как, что там обижают, говорят, там обзываются, а я христианин, мне это не надо. Я расспрашивал, как живут, какие обычаи у них, что они. И у нас там держались свиней, мы-то вот мясо совсем никакое не едим, а те ели мясо, но не свиное. А их заставляли брать, так они вот так руку поставят, шинель-то, а им положат туда мясо, а он сам отойдет и сбросит туда. Сбросит снег-то, а русские-то возьмут и съедят. свиноеды. Так что, благодарю вас за заботу, что вы пожелали сказать. Я это давно-давно уже знаю, я в это не верю. Если бы я поверил, это давным-давно я знаю, этого не могло быть по всем статьям. Ковчег не там совсем находится, во-первых, дальше крови-то, сколько там утекло-то, там по кресту до земли-то она может не дотекла, какая там кровь, там же, не ручей какой-то тек. Его били, издевались, там может кровь-то, капли вытекли. Это все выдумно. И вот за чаши играли, Гитлер гонялся, а ННР бы это своей организацией искала. Думали, что кому достанется кровь Христа, тот будет властелином мира. А натолкнулся тут кровь-то чужую проливать, до еврейского-то. Ну и мы их ребяты сломали. Гитлер-то уж какой умница был-то. Мистикой был увлечен, объявил войну христианам, евреям. Ну и что, подавился? Нам надо быть дружественными. Вот мы поехали в поездки, мы прошли Турцию, шесть мусульманских республик, и я свои в пример ставлю, где настоящие мусульмане, не местные, которые там ничего не знают-то, настоящие. Вот мы ночевали в доме Муллы, в мечеть ходили, там комната для намаза, это в Дагестане, там молились в Махачкале. Нас они принимали как родных. Вы знаете, вот у меня одна книга, я полностью разбираю Коран, пасурам ай-яятам в сравнении с Библией. Эта книга 750 страниц. Вот поэтому нам удобно было говорить, они очень хорошие, как одеяние, какие девушки. Я своим всегда говорю, посмотрите, хиджаб, как удобно. Всегда она прикрытая, какое у нее платье, как они берегут, чтобы она девственница была, как себе пять раз в день намаз совершать. У нас-то больше семь раз, а утром, вечером так это получается девять раз. Но мы христиане, мы должны быть внимательны к тому, что делается. Не то, что а вот они там головы режут, они еще больше не умеют делать, нас предупреждали, не ездите. А мы три раза в Чечне были. Нас принимали, как будто мы тамошние, родные были. У нас отношение совсем другое. Почему? Мы верующие, нас Бог соединял. Мы о Христе им говорили. Я везде дарил свои 38 книг во всей библиотеке. Вот видите как? Мы православные, поэтому нам открыто это все. У нас врагов вообще нету. А что Бог допустит, тут уж никак не избежишь. Наша жизнь у Бога записана в книге жизни. Мы должны быть смелыми, как лев. я как-то тут у одного покупал, детский лагерь, я начальник детского лагеря, и у него там сухофрукты, урюка. И хорошие оказались-то. Ну, он думал, я возьму килограмм пять. Я говорю, вези мне 10 мешков полных. Мешков. Он подешевле взял, ему домой надо было ехать, я все забрал. Я лет 10 держу его, и все ребятишки, ну, они любят это, орехи, урюк-то колотить. Я говорю, вас тут не обижают? Да нет, я говорю, если будут убивать, тут бывают такие, там, называются надсмены, эти разные, надсболы. Я говорю, запомни, где я живу, ко мне прибегай, я вас защищать буду. Скроем вас, не отдадим руки врагам. Наши родственники живут в Киргизии, там, у нас всегда были, отношения не было плохих. Мой дед, его по матери, материн отец, ну, жили они тут же в Алтае, а через нашу деревню, из Казахстана, куда-то они что-то покупали, ездили. И останавливаются, моего деда, деда, дед мой принимал-то, там, конечно, упрекали, кого ты тут нехристей принимаешь, а ты такие, а дед не смотрел. И вот он поехал, как-то поехал туда, и попал на их аул, аул, где они живут, в деревне. Как они узнали, как они загоргатали по-своему, стащили его с телеги, деда, и на руках понесли по всему аулу. Это тот, кто нас принимает, кормит, поет, и защищает. Мы, говорит, туда и обратно, у него останавливаемся. А он из киржаков, старовер православный. Видите как? Ему это никак не повредило, а деда мы это унаследовали. У нас такие отношения. Хорошо быть верующим. Да. Вот так. Я помню... Я вам сейчас скину все наши ресурсы. Там у нас... Вы мне скинули уже, у меня они есть, но... А-а. Что-то у меня не получилось. А вы не курите? Нет. Не курите. Бороду не трогаете. Зачем вы ее бреете-то? Подстригаете. Не надо трогать. Вот смотри, вот Володя стоит, вот он снимает. Видите он, какая у него бородка-то? Миро. Я не вижу вас. Не видишь, а почему? Это у вас что-то. Вы что? А я думал, что видите... Мы этот с вами разговор-то выставим дней через восемь. Вы увидите там. А, все, все, теперь вижу. Видите, да? Ну-ка, Володя, снова покажись. Вот он какой. Видишь? Я знаю, Володя. А вот Никита, Никита с Украины. Иди сюда. Покажись Сердару. Вот он какой. Здравствуй. Миро тебе не пасет. Видишь, какая борода, смотри. Ого. Это все люди, люди, которые никого не обидят. Вы это запомните. Воевать не пойдут. Оружие брать не будут. Ни на Украину, ни в Шишину. Я вижу. Я смотрю. Я большую часть времени смотрю в Ютубе ваши каналы. Видеоролики. Все. Я в основном все в курсе. Ну ладно, вы смотрите как. Если у вас там нигде не крестят, еще выходите, побеседуем. Крестить нынешний буду 9 июля. 9 июля. В июле. 9 июля воскресенье. Я тогда вам маршрутку пошлю, если вы будете соответствовать. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Не курю, не пью. Ну вот видите как. Вы Евангелие-то имеете Библию? Да Библию имею. Я вот хочу, конечно, вашу Библию-то имею. Вы что, хотели новый завет наш получить? Трехтомник. Ну я как этот, как созрею, я сразу этот. Ну имейте виду, я вам тогда пошлю данные, как это перечисляет деньги и проще. Это 3000 плюс пересылка. по сегодняшним ценам это полцены. Книги-то как изданы. У меня их в Америке получили, да, и говорят, у нас в Америке так не издают. Мои книги видели в библиотеке у Путина. Да, да, говорите. Я видел там рисунки этого Густару Дарая. Да, мы их раскрасили сами. Раскрасили, да. Все я смотрел очень красиво, правда. Игнать Тихонович, я хотел спросить. Вот я хожу, отдаю десятину, но знаю правильную, неправильную церковь. Так было, что даже я вошел в храм, никто меня не остановил, то есть я положил десятину и ушел. Я знаю, что это неправильно, что должны не впускать, спросить, оглашатые или как говорят. Оглашенные. Крещеные, не крещеные. То есть хочу сказать, меня даже никто не препятствовал, чтобы я прошел там действительно. Я хочу спросить у вас, может быть мне, вот я посмотрел, есть на сайте помощь, там выходит, кому нужна помощь, то есть финансовая, есть женщины, которые без мужей, с детьми, может им как-то отдавать половину так или сяк, как подскажешь, как понять. Но я с другой стороны еще думаю, там женщины приходят в храм, убираются, пусть мои деньги как, ну, то есть я, значит, правильно делаю, что отдаю, потому что они зарплату там получают, ну, в смысле, убираются. Нет, это не уборщицам, это священникам, священство. А другим дается, человек дается из другой десятины. Вы понимаете, вот мы читаем книгу Тавита, первая глава, восьмой стих, он отдавал три десятины, а одна там на устройство, храмы и прочее. Тут надо маленько знать. Вы просто придержите их, а потом напомните. Я могу тогда указать, кто нуждается. У нас бывает такое, кто-то бывает явно нуждается, ему жить не на что. Может быть заболел или что-то, с ребятишками один остался. Тогда может я буду вам отсылать, потому что у меня ваш реквизит есть, карточка номер пока не отсылайте никуда, просто у себя их держите. Попридержите отдельно, сделайте коробочку и туда складывайте десятину. А потом дальше будет видно, пересылать надо или сам поедешь привезешь. Так пускай Новый Завет закажет. Да вот Новый Завет закажи, я вышлю. Адрес сейчас давай, правильно. Сначала деньги вышлишь, за пересылку я скажу сколько там. Вы в каком городе живете? Казани? В Казани. Ну до Казани не знаю, три книги там, не больше рублей восемьсот. Три восемьсот. Я вам скину свои там данные, ну может даже тысяча. Сколько за три книги-то? Не знаю. Ну не знаю. Не страшно. У вас будет книга. Это детям и родным останется. Это книга. Это не просто когда уж ничего нет, тогда можно скачать. Так у вас вопросов больше нету? Вопросов больше нет. Все, пока отходим. У нас тут заняты. Благодарю. Спасибо. Отключайтесь. Благодарю вас. Сейчас я скину вам данные. Хорошо. Хорошо. С Богом. Милую. Слава Христу. Сейчас я тут данные возьму. Как отключится, так отключайтесь, чтобы начать работать. Вот так.